Всем привет! Сейчас специально для канала Банковский я расскажу о том, можно ли купить долю в квартире ипотеку. Да, есть такой вариант того, что вы возьмёте в ипотеку либо комнату в квартире, либо квартиру в коммуналке. Но здесь стоит помнить о том, что в этом случае банки чаще всего отказывают в ипотеке, и на это есть очень много причин. Но, во-первых, перед тем, как начать оформлять ипотеку на долю в квартире, вам необходимо помнить о том, что сначала перед обращением в банк вам необходимо собрать согласие со всех собственников квартиры. Не важно, на что вы хотите брать ипотеку, на комнату в обычной квартире, либо в коммунальной квартире, всё равно. Если один из собственников будет против, то, конечно же, вам не получится взять квартиру, долю в квартире в ипотеке. Потому что, как мы знаем, любая ипотека — это взятие суммы денег под залог недвижимости. И если вы покупаете, берёте, вернее, долю в квартире, то под залог, получается, идёт не отдельная комната, не какая-то доля, а квартира вся полностью. То есть, если какой-то из собственников будет против такого залога, то, соответственно, вы не сможете взять ипотеку. Либо же вы должны будете предоставить банку другую недвижимость, которую, получается, можно будет взять под залог. Других вариантов нет. Ну и, как правило, если вы выкупаете последнюю долю в квартире, то здесь банки охотнее идут навстречу. Если же эта доля не последняя, то здесь, конечно же, вариантов одобрения не так много. Так что первое действие, которое вам необходимо будет совершить, это взять согласие, а только лишь потом обращаться в банк, соответственно, с документами, с паспортом, со СМИЛСом, ну и, конечно же, со справкой, подтверждающей ваши доходы. Но и здесь, конечно же, будьте внимательны, так как чем больше у вас первоначальный взнос, тем для вас лучше. Потому что, если у вас будет минимальный первоначальный взнос, то здесь также велика вероятность того, что банк откажет вам в такой ипотеке. Ну а ссылки на самая лучшая кредитная и дебетовая карта находятся в описании к этому видео. Это видео снято для канала Банковский. Если оно оказалось вам полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До свидания.